Петрозаводск Управляемая своим главарем, наводила страх на жителей города. Члены этой преступной группировки даже попали в кадр легендарного фильма «Брат». Вот эти кадры. Но об этом чуть позже. Пока познакомимся с главным героем нашего фильма. Его имя трудно оставить в секрете, даже и не называя его вслух. Сейчас он глава республики, а в то время был прокурором. Он считал, что наличие преступника в городе – это вызов ему лично. Поэтому неудивительно, что главарь банды стал его врагом. Их противостояние, а по сути война, длилось 10 лет. У обоих в подчинении находилась группа крепко спаянных между собой парней, примерно одного возраста. У одного их насчитывалось около 50 человек, у другого чуть больше 20. Один был для своих баханном, другого именовали коротко, как на поле боя – командир. Это была война, по сути дела. Со своей идеологией, со своими правилами, с другими совершенно преступлениями, которые по-другому готовились. То есть это была уже фактически преступная армия. Да, это была самая настоящая война. И велась она с переменным успехом. Ежедневно. Все 10 лет. Люди гибли с обеих сторон. И в этой войне порою победою служил не меткий выстрел, а спасенные человеческие жизни и души молодых парней, выхваченные из объятий преступного мира. Я горжусь тем, что мы не только кого-то посадили, кто-то живой просто, потому что очень много тех, кто сейчас на кладбище, кто погиб. Но мы многих вырвали, по крайней мере некоторых. Я их вижу, у них есть семьи, они сегодня живут, у них есть дети, уже внуки. Скоро, наверное, будут. И ребята подходят, бывшие бандиты, говорят спасибо. И, наверное, это тоже очень важно. Но все это будет потом, позже. И слова благодарности, и улыбки, и рукопожатия. А на тот момент, в середине 90-х годов, об этом можно было только мечтать. В конец 80-х годов. Статистика. По всей Карелии 10 убийств. Там в городе Петрозаводске 2-3-4 убийства. И вдруг мы через несколько лет скатываемся в ситуацию, что у нас только умышленных убийств в городе Петрозаводске 60-70. Понимаете? Кстати, это что такое 60 убитых человек? Просто убитых человек. Не только там застреленных, но вот тех, о которых я говорил. Это еще не считать там избиения, повлекшие смерть. Я их не дожиделил. А если еще там вот эти тяжкие вреды здоровью со смертельным исходом прибавить, в котором разберутся только специалисты, потому что для обычного человека, что здесь убийство, что здесь убийство, так это все 150 убийств. А вот теперь настала пора назвать имя главного отрицательного героя нашего фильма. Карлов Виталий Николаевич. Карлов служил офицером. Ушел в отставку. Когда начались бурные 90-е годы, и сплотил вокруг себя молодежь, которая вместе с ним играла в хоккей. Это молодежь, которая хотела быстрее заработать. Быстрый заработок, быстрые деньги. Быстрые деньги по тем временам были самыми простыми. Вымогательство, так называемое, совершение разбойных нападений. Охранные услуги предлагали. Всевозможные коммерческие структуры предлагают один раз. Второй раз уже, если человек не понимает, у него горит машина, магазин, офис и так далее. Могут и трубой по голове дать. А начиналось все здесь, в гарнизоне Бесовец, где в свое время жил и служил в летной части Виталий Карлов. Именно здесь он сколотил основной костяк банды из 15 человек, в которой почти сразу же установил жесткую, практически армейскую дисциплину, где у каждого были четко определены обязанности. Кто-то занимался вымогательством с коммерсантом. Кто-то хорошо владел, скажем так, оружием и взрывными устройствами, ну, образно говоря. Кто-то был просто, скажем так, силовой кулак для решения каких-то, скажем так, быстрых, конкретных силовых вопросов. Аппетиты карловцев росли на глазах. Им уже мало было тех 100-200 долларов, собираемых ими сларечников. Они жаждали более крупных дел, соответственно, доходов. В этой ситуации до перехода роковой черты оставался даже не шаг. Шажочек. И он был ими все-таки сделан. 1995 год. Убийство бизнесмена Зинатулина. Затем убийство бывшего оперуполномоченного Таскина. Они стали убивать людей с определенными активами с целью переориентировать эти активы на себя. Ну, то есть человек отдал кому-то деньги в долг под проценты. Они этого человека устраняли. Значит, и дальше, как бы, отдачу этого долга переориентировали на себя. Убийство было организовано Карловым. Обращение было к нему. То есть, скажем так, он дал добро на действия других членов корпировки по устранению этого предпринимателя. Что же касается убийства бывшего оперативника Таскина. Тот, оставив службу в милиции, стал участником так называемой ткачевской группировки. Он был убит на танцплощадке ножом в спину. Олег Переверзев, Андрей Макейчик и Дмитрий Скромный, спасаясь мести ткачевцев, тут же пустились в бега. Первым пунктом у них значился Петербург, где, надо же было такому случиться, как раз снимался фильм «Брат» с Сергеем Бодровым в главной роли. А теперь смотрите внимательно. Вот поезд прибывает на Витебский вокзал. Из вагона выходит Бодров. Нет, давайте еще раз. Итак, сначала выходит скромный, затем Бодров. Следом Переверзев, вот он справа, за ним Макейчик. Получается, что Бодров, играющий вымышленную роль человека, совершающего множество убийств, идет в окружение людей, один из которых не киношный, а самый настоящий убийца. Такого и нарочно не придумаешь. Убийство Зинатулина и Таскина были первыми убийствами, совершенными группировкой. Карловцев надо было остановить, во что бы то ни стало, пока у них не появилось уже устойчивое желание обогащаться и решать различные проблемы исключительно с помощью убийств. И вскоре это случилось в 1997 году. Карлова и еще нескольких его ближайших сподвижников арестовывают. Но... Довели эти дела до суда, и был обвинительный приговор, мне кажется, достаточно грамотно все было обозначено в приговоре с точки зрения доказательной базы и квалификации. Но, к сожалению, вышестоящая судебная инстанция этот приговор, скажем так, отменила. Можно комментировать решение суда. Но я в большом сомнении в легитимности того судебного решения. Лично я до сих пор остаюсь. Поэтому мне кажется, что где-то там порылась какая-то собака в бизнес, который с надеждой смотрел на это задержание. Сделал выводы о том, что не являются ли эти персонажи безнаказанными. Их коллеги по преступному миру поняли, что, скорее всего, у банды Карлова есть какие-то ходы, которыми они могут пользоваться, в том числе и в, скажем так, в инстанциях, причастных к принятию решений высокого уровня. Точно такие же мысли возникли и в головах молодых парней. А таковых было немало. С восхищением следивших за делами карловцев. Неудивительно, что авторитет банды в городе возрос многократно, в результате чего она чуть не вдвое увеличила свою численность. Нынешний глава Карелии, а тогда прокурор города назывался Парфенчиков, воспринял это как личный вызов. Стал уже вопрос глобально. Кто? Добро или зло? Преступность или правоохранительная система? Это стал вопрос принципа. Потому что если бы мы тогда, как говорится, смирились бы с этим поражением, то, наверное, нам имело бы смысл, как говорится, встать и уйти. Но мы сделали по-другому. Это была война, на которой мы определили свою задачу. То есть, действительно, надо было просто защитить страну, защитить наш конкретный город. Тот оправдательный приговор сыграл в судьбе карловцев зловещую роль. У них возникло устойчивое чувство вседозволенности, какой-то агрессивной наглости. И они совершили одну за другой две роковые ошибки, которые в конечном итоге и привели их к сокрушительному поражению в войне, навязанной ими городу в целом и правоохранительной системе в частности. Во-первых, банда решила расширить сферу своей деятельности и занялась наркоторговлей. То есть, они вошли в сферу, которая была на тот момент под плотным контролем обнона, отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Занявшись новой для себя деятельностью, они практически тут же совершили вторую свою роковую ошибку, ставшую для них по-настоящему фатальной. Они решили завербовать в банду, а точнее подкупить сотрудника правоохранительных органов. Вначале вышли с таким предложением на Владимира Любарского, возглавившего к тому моменту местный обном, и тут же получили отказ. По результатам самой встречи у меня сложилось твердое впечатление. Что этот отказ ни на что не повлияет. А раз они будут продолжать попытки организовать торговлю наркотиками, значит, наверняка они будут продолжать искать поддержку правоохранительных органов. Следующим стал Борис Харченко, сотрудник ФСБ, с которым был лично знаком по прежним совместным занятиям единоборствами, Джавид Голубев, он же Золотарев, возглавлявший ныне в банде всю наркоторговлю. Это правая рука коровы. Вышел с предложением о том, чтобы я, как сотрудник органов безопасности, осуществлял крышевание их деятельности, связанное с реализацией наркотиков в городе Петрозаводске. Такое хорошее было предложение, да, почему бы им не воспользоваться для того, чтобы внедриться в эту преступную группировку. После первой встречи последовала вторая, на которой Борису Харченко определили некую ставку. За каждый грамм проданного героина ему обязались выплачивать 6 тысяч рублей. Он же за это должен был прикрывать наркоторговцев и выручать их в случае внезапной милицейской облавы. Если учесть, что у самого Харченко служебный оклад в те годы составлял 800 рублей, предложение было неплохим. И Харченко, немного поломавшись для вида, согласился. По сценарию мне не надо было зарываться, просить большего. Мне предложили за один грамм столько-то. Я согласился. Главное, чтобы войти в доверие. Обе встречи проходили в машине, припаркованной неподалеку от нынешнего детского садика. И нашпигованной звукой и видеозаписывающей аппаратурой. Таким образом были получены первые доказательства того, что карловцы решили подмять под себя бизнес по продаже наркотиков в Петрозаводске. Это была удача. Оперативная удача. Которой Харченко тут же поделился с сотрудниками Абнона, а затем и с прокурором города Артуром Парфенчиковым. Если бы не он, да, очень тяжело бы нам пришлось бы доказывать, ну не знаю, реализовать вот эти все оперативные материалы. Очень тяжело. И может быть даже бы невозможно. Именно он, да, так вот, во главе этой команды направлял и давал ценные советы, что мы должны получить, чтобы в процессе потом суда, да, мы не облажались. Мы доказали бы. И я, насколько помню, когда это была первая статья, 210-я это судили по уголовному кодексу, 210-я это организация преступного сообщества. Да, это была серьезнейшая статья, 210-я. До сих пор ее ни в Петрозаводске, ни по всему северо-западному региону не применяли ни разу. И для того, чтобы не получилось, как в случае с оправдательным приговором, решено было собрать исключительно железобетонные доказательства и с ними уже смело и без колебаний идти в суд. Только таким образом можно было окончательно покончить с бандой Карлова. Но для этого нужны были профессионалы высокого класса. Поэтому спустя полтора месяца было принято следующее совместное решение. Мы планировали, что все-таки крышевание будут осуществлять уже сотрудники обнона. То есть им было проще. Их было достаточно больше. Это была их тема. Они наркотиками занимались, они все это знали. И было принято решение как бы потихоньку меня отодвинуть в сторону и перевести все на сотрудников обнона. Карченко был уведен в тень только тогда, когда появилась твердая уверенность в том, что у бандитов основательно разгорелся аппетит. И они уже не оставят настойчивых и соблазнительных попыток завербовать в свои ряды кого-то из сотрудников обнона. Чтобы облегчить им поиски, решено было пойти самим навстречу их пожеланиям. Для начала была закинута наживка под названием «Диктофон», который был утерян одним из сотрудников обнона. Я обратился за помощью, чтобы нам помогли диктофон найти. Соответственно, на этом у нас и произошел первый контакт. Из-за этого они уже развернули, как я понимаю, со своей стороны всю ситуацию. Ну и решили, что со мной можно продолжать, скажем так, общение, которое приведет к взаимному сотрудничеству. И Павел Николаевский не разочаровал бандитов. Приняв с благодарностью найденный имя диктофон, еще от одной встречи отказываться не стал, пришел с готовностью. И от предложенного сотрудничества в ужасе не отвернулся. И уж тем более от назначенного ему ежемесячного вознаграждения. А платить бандиты собирались за те же деяния, которые ранее совершал Харченко. То есть за крышевание наркобизнеса и защиту от посягательств правоохранительных органов. У меня была определена первоначальная сумма, которую мы потом несколько раз меняли, повышали. Потому что объемы у них продаж возрастали. И, соответственно, мы меняли условия, скажем так, вознаграждения. Первоначально это было порядка 12 тысяч в месяц, а потом это было порядка 30 тысяч в месяц. Все документировалось, я приходил и при понятых эти деньги сдавал. Они описывались, номера описывались. Ну и все приобщались к уголовному делу, к материалам будущего уголовного дела. Его явно ценили и не жадничали. Но еще бы, ведь в их руки попал, во-первых, не какой-то рядовой сотрудник обнона, а сам заместитель начальника отдела, у которого в подчинении было оперативное подразделение, который с легкостью мог разрулить любую сложную и взрывоопасную для бандитов ситуацию. А чтобы наживка, которую они заглотили, казалась им еще слаще, была запущена в криминальную среду следующая легенда. О том, что я в ближайшее время ухожу на повышение в МВД из городского подразделения, в этой связи руководителем вероятнее всего станет Павел Михайлович Николаевский. И вообще отношения между нами, скажем так, достаточно сложные. О том, что у меня с Владимиром Константиновичем происходят определенные конфликты по работе, и что мы конфликтуем. Ну и они эту легенду проглотили, поверили в нее, и, в общем-то, случился тот оперативный контакт, который в итоге, кажется, и привел к реализации. И так у бандитов не осталось и тени сомнений в продажности и коррумпированности Николаевского. Вскоре в его распоряжении оказались все без исключения адреса пунктов по сбыту наркотиков. Имена всех не только продавцов, но и покупателей. Стали известны и способы, и подробные маршруты, по которым доставлялся героин в город. Все люди были подобраны, скажем так, отбирались и проверялись. Это раз. Во-вторых, у нас каждый сотрудник отвечал за определенное направление. То есть он всей картины, скажем так, операции, он не видел. Он только отвечал за определенный блок. Но это, опять же, как раз делалось ради того, чтобы не произошло какой-то утечки информации. Казалось бы, оставалось сделать последнее. Приступить к немедленному задержанию всей банды. К задержанию с поличным. Но тут случилось неожиданное. И для сотрудников обнона, и для самих бандитов. Джавид Голубев, он же Золотарев, руководивший всем наркобизнесом у Карловцев, был внезапно убит в подъезде собственного дома вместе со своим охранником. Кем и за что, это неизвестно до сих пор. Если учесть, что Николаевский имел напрямую контакт только с Голубевым, то, казалось бы, вся операция повисла на волоске. Но это только на первый взгляд. На грани срыва она не была, скажем так, потому что у нас уже очень было много собрано материалов. Но, скажем так, мы не добились бы той цели конечной, которую мы хотели добиться. Ну, это задержание непосредственно самого руководителя преступной группы. Четыре месяца к Николаевскому никто не выходил на связь. Четыре долгих месяца. Неужели Карлов опять останется безнаказанным? Почти год Николаевский прожил в роли агента, засланного на вражескую территорию. Ни жена, ни его дети даже не догадывались о той двойной жизни, которую он вынужден был вести весь этот год. Неужели все усилия коту под хвост? Неужели? И вдруг телефонный звонок. Звонил тот, весточку от которого так ждал Николаевский. Виталий Карлов. Карлов мне сам позвонил и назначил встречу для обсуждения продолжения нашего сотрудничества. Встреча состоялась в той же самой машине, в которой ранее происходили встречи с покойным Голубевым. И которая была, как и машина Бориса Харченко, буквально напичкана видео и звукозаписывающей аппаратурой. Стали обсуждать условия, на которых мы будем сотрудничать. От их стороны требовалось предоставление нам определенной информации, для того, чтобы мы понимали, кого мы прикрываем, где прикрываем. Здесь же еще момент конкуренции. Они же не просто хотели, чтобы мы прикрывали, они же еще хотели, чтобы именно только они, осуществляя испыт наркотиков в городе Петрозаводске, мы нам еще предоставляем информацию о других точках, с которыми они конкурировали. Нам стало понятно, как распределены роли, кто является, скажем так, охранником, кто является продавцом, кто является поставщиком, у кого что хранится, кто как управляет. То есть, в принципе, вся доказательная база, которая позволила, скажем так, передать ее следствию и быть спокойным за то, что все будет реализовано в полном объеме, она уже была сформирована. Оперативная задача была решена. Пришло время включаться следователям. Все. Теперь можно было делать то, о чем так долго мечтали все сотрудники Абнона и их руководители. Мечтали все бизнесмены города. И мечтала вся небольшая, но крепко спаянная боевая команда прокурора Артура Парфенчикова, объявившего когда-то непримиримую войну не только банде Карлова, но и всей организованной преступности Петрозаводска. Предстояло в обстановке строжайшей секретности совершить молниеносные и одновременные аресты не только всей банды, но и ее главаря, Виталия Карлова. Задержано было, если память не подводит, порядка 90 человек. Одновременно, значит, ну, здесь, конечно, работал не только наш отдел, здесь работала практически вся милиция республики. На свободе участники группировки организовали сбение работников СИЗО как акцию устрашения сотрудников следственного изолятора. Их высадили, избили, причем избили палками. Два разных звена. Один из участников группировки звонил. Следственный изолятор сказал, что если вы продолжите действовать строго и жестко в отношении наших, мы вас начнем стрелять. После ареста группировки была информация о существовании так называемого списка на отстрел причастных к задержанию группировки работников. Со стороны моего руководства это были приняты меры безопасности. Личное оружие было на постоянное хранение и ношение. И мне, и Любаскову Владимиру Константиновичу поступали угрозы. И первое время мы даже, будет не секретом, что мы ходили в бронежилетах. Решался вопрос даже о том, чтобы меня и мою семью каким-то образом залегендировать. И, значит, вообще сменить регион, место жительства. Я знаю, что в том числе и члены Карловской преступной группировки вынашивали идеи вплоть до ликвидации членов следственной оперативной группы, в которую входил я и руководитель Артур Олегович и прочее. Я носил бронежилеты некоторое время. Все это было связано с тем, скажем так, списком. Да, я слышал, и, соответственно, мы ходили после задержания на работу в бронежилетах, осматривали машины, потому что, ну, ребята могли подложить и гранату под машину. То есть, в принципе, как бы ожидать можно было чего угодно. Было всякое. Я еще раз говорю, Карлосы не были самыми мороженными, как это принято было тогда говорить, и развязными. Были более сложные случаи, были потери, если ли, сотрудников правоохранительных органов. Вот. Были и угрозы прямые, и... Всякое было. Но я этого расстрельного списка не видел. А вам вступали угрозы, и угрозы? Да. Потом было долгое следствие. И был суд, который воздал по заслугам каждому. Осужден был 21 человек из Карловской группировки, из которых шестеро по той самой 210-й статье об организованном преступном сообществе. Виталий Карлов получил 15 лет колонии строгого режима. Была ли у него там возможность играть в столь любимый им хоккей, не знаем. Но сейчас, после освобождения из колонии, он делает это практически на профессиональной основе, сменив пистолет на клюшку и входя как игрок в состав ночной хоккейной лиги под номером 90-е. Видимо, не прошли для него даром долгие беседы с прокурором Парфенчиковым, который во время допросов сумел таки расшевелить в душе бывшего бандитского главаря какие-то потайные душевные струны. Вообще, я могу сказать, что лидеры преступной группировки, преступная группировка – это потерянные для страны лидеры. То есть это все равно были лидеры. И то, что в 90-е годы они оказались не во главе каких-то организаций, совхозов, молодые ребята, у них у всех были задатки лидеров. И какой-то, наверное, исторической параллели, они, конечно, прожили бы другую жизнь. И кто-то из них сегодня, наверное, был бы известным человеком. К сожалению, 90-е годы – это страшно. Я это прошел. Павел Николаевский в 2003 году был награжден указом президента России Орденом Мужества. И вскоре ушел из органов, устав от постоянного нервного стресса. Владимир Любарский получил медаль за отличие в охране общественного порядка. И в 2021 году был избран мэром Петрозаводска. А бывший прокурор Артур Парфенчиков… Впрочем, стоит ли говорить лишний раз, кем является на сегодняшний день этот человек? Судьбы ребят из его команды сложились по-разному. Кто-то, как Трофим Исаев, например, ушел в бизнес. Кто-то сейчас успешно трудится в составе нынешнего правительства республики, заняв должности от начальника отдела и заместителя министра до министра. Но все они до сих пор называют себя членами команды Парфенчикова, а его самого – командиром. Командиром, сумевшим одержать сокрушительную победу в навязанной ему когда-то войне. Люди, которые уже много лет не работают под его началом, они все равно называют его командиром. Вот у нас там был тогда следователь, потом помощник прокурора, Магомед Мусаев, он сейчас живет в Дагестане, все равно командир. Вот Трофим Мусаев, который был помощником прокурора, а сейчас здесь заведует пекарня Беккера, все равно командир. У меня точно так же командир. Петрозаводск. Сейчас это совсем другой город, не похожий на тот, каким он был 20-25 лет назад. Он стал чище, красивее, а самое главное – безопаснее. Он стал городом, в котором хочется жить, работать, в котором хочется гордиться. И в этом была и есть огромная заслуга команды Парфенчикова. И бывшей, и нынешней. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...